МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский в студии Гульнуржаке. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Президент Казахстана Нурсултан Азарбаев прибыл в Караганду с рабочим визитом. В ходе поездки глава государства провел совещание по вопросам социально-экономического развития. Нурсултан Азарбаев также посетил некоторые объекты Карагандинского региона. Он побывал на фармацевтическом комплексе, а также осмотрел участок застройки жилых массивов на юго-востоке Караганды. Сертификат на 250 тысяч тенге и гран-при республиканского конкурса привезла наша землячка Дзинара Куанбаева. Карагандинка вернулась из Кустаная, где проходил конкурс среди преподавателей казахского языка. Президент Казахстана Нурсултан Азарбаев прибыл в Караганду с рабочим визитом. В ходе поездки глава государства провел совещание по вопросам социально-экономического развития. Мероприятие прошло в Доме дружбы, где собрались представители общественности и этнокультурных объединений области. В ходе совещания Нурсултан Азарбаев заслушал доклад Акима Карагандинской области Ерлана Кушанова. Глава региона рассказал о том, как на территории области реализуются социальные инициативы, обеспечение населения жильем и развитие сферы образования и медицины. Нурсултан Азарбаев отметил, что необходимо развивать социальную сферу и бизнес, который станет триггером роста экономики. Работу должен давать людям бизнес малый и средний. Не важно, не надо 10 тысяч человек, чтобы работал. 50, 60, 20 человек работают. Открыли ресторан, открыли точку такую для услуги. Вот из таких предприятий состоит, в будущем будет экономика. Малый и средний бизнес все равно стоит на первом месте, надо ее поддерживать. Аким области Ерлан Кушанов отметил, что в регионе ведется активная работа по трудоустройству граждан. Глава региона остановился на отдельных цифрах, доказывающих эффективность работы в данном направлении. Что касается вопроса трудоустройства, хотелось бы отметить, что нам удалось снизить уровень безработицы на 4,6%. Создано около 20 тысяч новых рабочих мест. 80% из них постоянные. Перед президентом страны выступили обладатели разных профессий. Они поведали Нурсултану Назарбаеву о своей работе и условиях, которые созданы государством. Меня зовут Екатерина. Я преподаю математику на английском языке. В школе, где я работаю, учатся дети разных национальностей, и все они говорят на государственном языке. Я выросла в маленьком городе, но многого добилась благодаря возможностям, которые предлагает наша страна. Я обучалась английскому языку в Лондоне по программе «Булашах», которая является показателем развития интеллектуального потенциала наших граждан. Все это – ваша заслуга. Глава государства не мог не затронуть тему социальной ответственности градообразующих предприятий. Он обратился к представителям Арселор Миттл Тимиртау с напоминанием о модернизации ТЭЦ-2 в Тимиртау. Также Ельбасе подчеркнул, что особое внимание необходимо уделить вопросу экологической безопасности, так как четверть всех выбросов по стране приходится на долю Караганды. 600 тысяч тонн, да, и мы это понимаем. То есть, это четвертый час выбросов по всей республике в Караганде производится. В Тимиртау даже выпал черный снег. Я слышал, что комбинат собирается инвестировать сейчас крупные средства, да, 300... И я надеюсь, что и будут вопросы о улучшении экологии тоже, данные эти деньги. Поэтому Акимату совместно с правительством принять комплексные меры по осоздоровлению экологии. В завершении совещания Нурсултан Азарбаев подчеркнул, что причина успеха страны кроется в дружбе народов, проживающих в мире и согласии. За счет стабильности, дружбы нашей, взаимопонимания нашей, мы достигли впечатляющих успехов за 25 лет независимого развития. Я с полной ответственностью могу сказать, что казахстанцы никогда не жили так, как сейчас живут. Торжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В ходе визита президент Казахстана ознакомился с производственным процессом нового машиностроительного завода, оснащенного современным роботизированным оборудованием. Сотрудники компании «Мейкер» также рассказали главе государства о системе подготовки кадров. Рабочий визит Нурсултана Азарбаева в Караганду начался с посещения литейно-машиностроительного завода. Предприятие оснащено современным оборудованием и автоматизированной системой управления. Особая гордость завода – сварочные роботы, которые значительно ускоряют процессы сборки и сварки изделий. Руководство компании уделяет особое внимание подготовке кадров. Подписаны соглашения между заводом и ведущими вузами страны. Глава государства поддержал идею дуального образования. В беседе со студентами Карагандинского государственного технического университета Ельбасе подчеркнул, что в условиях современной экономики нет дефицита рабочих мест. Есть лишь нужда в профессионалах своего дела. Благодаря преподавателю вопроса трудоустройства или безработицы нет. Есть проблема профессии. Надо иметь профессию. Не хватает профессионалов. Рабочие места будут сокращаться. Будет искусственный интеллект. Роботы будут работать. Тогда надо менять профессию. Дуальное обучение давно в Германии существует. Чтобы получить практические навыки, надо получить обучение. Если множество компаний сетуют на дефицит квалифицированных специалистов, то в компании Мейкер этому нашли свое решение. На базе компании создана учебная кафедра. Нужных специалистов готовят прямо на заводе. Это позволяет студентам применять теорию на практике. На базе предприятия мы создали учебную кафедру совместно с Карагандинским политехническим университетом. Сейчас острой проблемой для нас является подбор и обучение специалистов новых для Казахстана специальностей. В рамках модернизации нами было создано 16 новых специальностей. По этим специальностям сейчас уже в течение второго года нами обучаются совместно с политехом специалисты факультета технологии машиностроения. И на этой программе мы смогли не просто подготовить специалистов, но и сразу же создать для них рабочие места. Президент Казахстана отметил, что молодым специалистам очень повезло работать на таком заводе. Он пожелал им успеха в работе и новых совершений. Тохжан Лянова, Аман Кожанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Глава государства также посетил и другие объекты Карагандинского региона. Нурсултан Азарбаев обывал на фармацевтическом комплексе, а также осмотрел участок застройки жилых массивов на юго-востоке Караганды. Нурсултан Азарбаев посетил предприятие Карагандинский фармацевтический комплекс, оснащенное передовым оборудованием с проектной мощностью производства в год 4 миллионов упаковок биотехнологических лекарственных средств. Кроме того, главе государства было доложено о ходе цифровизации системы здравоохранения в регионе и реализации проектов государственно-частного партнерства в данной отрасли. Фармацевтический комплекс был построен по личному поручению президента страны. Его главная цель – производство оригинальных, конкурентоспособных инъекционных препаратов. Первая очередь была введена в эксплуатацию в 2005 году. Через три года построена вторая очередь. Она включает цех экстракций и синтеза активных фармацевтических субстанций. В июле 2012 года начато частное инвестирование в развитие предприятия, что позволило продолжить реализацию проекта. В этот же день президент Казахстана осмотрел участок застройки жилых массивов, расположенный на юго-востоке Караганды. Главе государства было доложено о ходе и результатах строительства жилья и социально значимых объектов в рамках развития города. На территории нового центра планируется возведение ряда административных зданий и спортивных сооружений, концертного зала, дома детей и юношества, оптово-распределительного, логистического пункта и школы. Кроме того, Нурсултан Азарбаев был проинформирован о реализации программ «Нурлыжер» и «Нурлыжол», в том числе о ходе строительства трассы Копчагай-Бурубай-Тал-Балхаш и результатах реконструкции внутриобластных дорог. Андрей Тензо, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. В Жесказгане задержан мужчина, совершивший семь краж, ювелирных изделий и денежных средств. Житель города признался в содеянном и был помещен в изолятор временного содержания. Тем временем в Караганде обокрали монастырь Римско-католической церкви. Неизвестный похитил из приемной комнаты около 200 тысяч тенге. О пропаже суммы в 2 миллиона 640 тысяч тенге житель Жесказгана сообщил в полицию в начале текущего месяца. Стражи порядка приступили к оперативно-розыскным мероприятиям. Полицейским удалось задержать 35-летнего мужчину, который признался в еще семи аналогичных преступлениях. По всем фактам, начато досудебное расследование по статье 188 части 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан, задержанный во дворе, в зале от временного содержания проводится расследование. Тем временем в Караганде неизвестный проникнул в монастырь Римско-католической церкви и украл 193 тысяч тенге. В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен 33-летний мужчина. В отношении задержанного возбудили уголовное дело. В полицию обратилась сотрудница церкви о том, что неизвестный из приемной комнаты тайно похитил принадлежащие денежные средства на сумму 193 тысяч тенге. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен и задержан 33-летний житель города, который дал признательные показания. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 188 части 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан, то есть кража чужого имущества, проводится расследование. В связи с участившимися кражами полицейские призывают жителей области соблюдать простые рекомендации для сохранности личного имущества. В одном из домов Караганды произошел пожар. Горела обрешетка дома барачного типа по улице Высоковольтная. В настоящее время специалисты выясняют причины возникновения пожара. Общая площадь пожара составила 170 квадратных метров. Он был локализован в 15-18 и ликвидирован в 15-21. Для тушения пожара были задействованы 27 человек личного состава ДЧС и 7 единиц техники. С 6 сентября в 14.53 на пульт тежурного поступил звонок о пожаре. По улице Высоковольтная 8 произошло возгорание деревянной обрешетки крыши. Общая площадь пожара составила 170 квадратных метров. Пожар был локализован в 15-18 и ликвидирован в 15-21. Получается, на данный момент причина пожара устанавливается. Были задействованы силы службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС в составе 27 человек и 7 единиц техники. Сертификат на 250 тысяч тенге и гран-при республиканского конкурса привезла наша землячка Дзинара Куанбаева. Карагандинка вернулась из Кустаная, где проходил конкурс среди преподавателей казахского языка. Преподаватель-методист Центра обучения языкам поделилась впечатлениями от участия в масштабном конкурсе. Принимать поздравления Дзинара Куанбаева начала уже на железнодорожном вокзале. Преподаватель-методист областного Центра обучения языкам завоевала гран-при республиканского конкурса имени Ахмета Байтурсунова среди преподавателей. Девушка получила в подарок сертификат на 250 тысяч тенге. Демонстрировать свои знания и опыт молодому преподавателю пришлось в трех турах. Участники конкурса показывали портфолио, панорамный урок, а также выполняли задания по педагогико-психологическим ситуациям. Все туры наша землячка прошла достойно. Для Динары Куанбаевой победа в масштабном конкурсе – это прежде всего ценный опыт. В первую очередь для нас это колоссальный обмен опытом. Мы там собрались в самые лучшие из разных областей. И в первую очередь мы поделились своим опытом, своими технологиями, своими методами обучения казахскому языку. Конкурс проходил в Костанае. Его приурочили ко Дню языков народа Казахстана. Именно в этот день, 5 сентября, родился ученый-лингвист Ахмед Байтурсунов. С этого года ежегодный конкурс стал носить имя просветителя. Мероприятие нацелено на поддержку преподавателей государственного языка и совершенствование методологии обучения казахскому языку. Тохжан Лянова, Шалкар Алтенбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. С 7 по 9 сентября впервые в Караганде пройдет третий этап Кубка страны по триатлону. В связи с этим 8 сентября с 7.00 до 15.00 будет перекрыто движение транспорта по улице Воинов-Интернационалистов от пересечения с улицей Ермекова до улицы Чкалова, а также улицы Чкалова, от пересечения с улицы Кривогуза до проспекта Бухаржрау. 9 сентября также будут перекрыты указанные улицы, но с 7.00 до 11.30. В первенстве примут участие более 200 человек из пяти регионов Казахстана – Астаны, Алматы, Акмолинской, Павладарской и Карагандинской областей. Наш регион представит 80 спортсменов. Место старта плавательного этапа – пляж Центрального парка Караганды. Полторы тысячи метров. Велоэтап – 40 километров. Начинается от линии посадка на велосипед сблизи транзитной зоны в Центральном парке. С последующим движением по улицам Воинов-Интернационалистов и Чкалова. Беговой этап – 10 километров. Три круга в Центральном парке. Стоит отметить, что в последнее время триатлон набирает популярность в Казахстане. Ежегодно участниками мультиспортивной гонки становятся десятки и сотни человек. О новостях на сегодня все. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. И смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова